Привет, друзья! Есть один замечательный принцип, который мне очень часто приходится рассказывать людям в разных ситуациях. И только в этом году, вот сейчас по состоянию на февраль, я уже много раз его разным людям пересказал. И он касается как обретения благополучия, какого-то личного счастья, так и конкретно построения хороших отношений и хорошего статуса в обществе. И он касается успешности во многих видах деятельности. И так или иначе, на ютубе где-то я его уже по частям произносил, и вот как обычно так бывает, нужно просто собрать воедино и акцентировать. Так вот, этот принцип, я не придумал ему название специальное, но вот что-то про 100 человек здесь должно называться. Когда у меня спрашивал один очень, так сказать, любознательный, подающий надежды молодой человек о продажах, и он учился продажам, я объяснял ему, что действует такой принцип, что у некоторой части людей, это по моим оценкам меньшая часть, но все-таки эта часть довольно заметная. Так вот, у меньшей части людей заложено представление о справедливости и о том, что должна быть справедливость. И когда вы работаете с людьми, когда вы общаетесь с людьми, вы, ну как, должны, я рекомендую вам стараться создать такую ситуацию, когда человек, прощаясь с вами, чувствует, что вы ему дали больше, чем он вам дал, что он вам как бы остался должен. Это не обязательно, это не означает, что человек пришел обмениваться с вами какими-то вещами, и он вам дал одну канцелярскую скрепку, а вы ему дали две свои самые лучшие игрушки какие-то, или свой компьютер отдали. Нет, это может выражаться по-разному, это может выражаться просто в общении, в том, что вы его внимательно услышали, в том, что вы мягко с ним обошлись, в том, что, не знаю, кто-то его высмеивает за какие-то пороки, а вы не упомянули об этом, не сказали, и ему с вами общаться гораздо комфортней, и вообще он не ожидал такого отношения. Ну, знаете, вот как у меня был случай, когда в Германии, допустим, проводница поезда не должна была мне помогать, но она мне помогла, она меня прямо посадила там в помещение для персонала, такое за стеклом, там все такое ультра-ультра, не то что современное, по российским меркам там будущее просто, и говорит, вот сидите здесь, никуда не уходите, я сейчас для вас буду звонить, я сейчас много всего узнаю. Она мне там рассказала, подсказала, маршрут помогла составить, определиться. Вот так как-то все интересно. И когда ты не ожидаешь этого от человека, а человек такое делает для тебя, то ты как-то проникаешься благодарностью какой-то, и думаешь, вот я бы уже встретил в другой ситуации эту проводницу поезда, и думал бы, ну вот я ей тоже с удовольствием помогу в чем-то там, вот какая хорошая женщина, какой хороший человек. Так вот, да, не все так мыслят, и тот конкретно молодой человек, он говорил, вот я начинаю работать в продажах, много людей заходит эгоистичных, равнодушных, таких, которые считают, что ты ему должен. Некоторые люди заходят, которые даже не собираются здесь тратить деньги, они так зашли просто посмотреть, сравнить, они вообще покупку еще там в ближайшие полгода даже не собираются совершать, не важно, что это именно, не важно, что за товар, но они не собираются даже в каком-то обозримом будущем ничего покупать, они так просто смотрят, и при этом отношения с такими повышенными претензиями, их пытаешься там как-то вежливо обслуживать, они еще там чванливо как-то общаются с тобой, есть, да, есть такие люди. Но принцип заключается в том, что когда ты применяешь такое отношение к основной всей массе тех людей, которые с тобой общаются, и ты стараешься провзаимодействовать с ними так, чтобы было видно, что ты вот им дал больше, чем они тебе, то все равно заметная часть, стабильная, ну я для себя субъективно это считаю, процентов 30, процентов 30 людей, они запомнят это, и они останутся в твердом убеждении, что они должны тебе, и они будут жить и думать, вот как я про эту проводницу поезда, какой замечательный человек, то есть нужно как-то, вот если есть возможность, нужно тоже ему как-то поспособствовать, если я как-то своим отзывом могу повлиять на его зарплату, давайте я напишу ему отзыв, если я могу привести друзей своих, чтобы они в этом магазине покупали, а не в другом, я их лучше приведу сюда, и посмотрю глазами, поищу, где этот продавец, и вот здравствуйте, и так действительно происходило, действительно происходило, то есть когда этот молодой человек стал так, он научился так общаться, и вот такое все время применял, то люди все больше, больше, больше приходили, и пожимали ему руку, и спрашивали, как его зовут, и именно заносили специально отзывы, в книгу отзывов и жалоб, и приводили своих друзей, все развивалось очень хорошо, и я ему тогда еще на старте сказал так, когда человек уходит от тебя вот такой радостный, и у него в голове отложилось, что ты дал ему больше, чем должен, больше, чем он ожидал, когда ты прямо видишь вот эмоциональное состояние, да, когда у человека немножко шаблон порвался, вот он такой вау, вот он уходит и чувствует, что ему здесь было замечательно, что он прекрасно пообщался, это не обязательно должны быть продажи, это любое общение, да, но человек уходит и вау, как мне было приятно, как мне было здесь круто, я говорю, это маленькая победа, и говорю, что ты должен делать, берешь и где-нибудь на стенке ставишь зарубку такую, как в кино показывают, как там где-нибудь заключенные считают дни, или, ну, в каких-то там старых фильмах, в каких-то старых тюрьмах, да, на сегодняшний-то день во многих где-то тюрьмах, там уже развитых и компьютерами пользуются, а где-то когда-то, да, палочками отмечали, сколько дней ты там провел, чтобы не сбиться с дат, там, с летоисчисления и так далее, 4 палочки нарисовал, пятый перечеркнул, это 5, и вот так 5, 5, 5, 20 блоков таких, это 100 дней прошло, как-то так, и говорю, ставишь вот такую палочку себе мысленно, в блокнотике рисуешь эту палочку, и эти палочки будут добавляться, и вот со временем их должно стать 100. И вот говорю, когда ты наберешь вот эту сотню, сотню людей, у которых небольшой такой разрыв шаблона произошел, которые считают, что ты для них сделал больше, чем должен, говорю, ты увидишь, твоя жизнь изменится, все станет совсем по-другому, люди будут ходить и показывать пальцами на тебя, создастся целый большой такой круг людей, которые будут тебя рекомендовать, они будут приходить сюда из-за тебя, и это очень-очень круто, и казалось бы, ну, если я всем, там, даю больше, чем они мне, как бы плюс, благодарно отвечают, только 30%, это же очень-очень невыгодно, я же так закончусь, но, еще раз возвращаюсь, что людям не обязательно нужно материальное, им не обязательно нужен материальный обмен. Конечно, если человек пришел покупать сахар по какие-нибудь, там, 34, какие-нибудь, там, рубля за килограмм, да, неважно, сколько стоит сахар, ну, например, получается, вы берете у него эти деньги, но отвешиваете ему 2,5 килограмма сахара, говорите, так, от души просто, он, конечно же, будет, там, удивлен, обрадован, и что, да ладно, ну, да ладно, неудобно, да ладно, все, бери, дорогой, там, все такое, бери, он в следующий раз придет, ну, не надо мне там, а вы так, ну, ладно, ладно, ну, хотя бы с горкой присыплю, хотя бы полтора килограмма, и человек не будет места себе находить и думать, вот это, это просто какой-то, это не продавец, это святой какой-то, он товар практически на халяву раздает, да, конечно, так сахар закончится, и, как бы, и конкуренты обозлятся, но партия закончится, а дальше что? Ну, у вас же, получается, вы не сможете так торговлю вести, потому что вы за вырученные деньги, их слишком мало, да, вы не закупите нормально новую партию. Но людям зачастую нужно что-то виртуальное, им нужно просто какое-то общение, просто какое-то одобрение, просто какие-то оценки. Некоторым людям нужно просто, чтобы их послушали, некоторым, да, нужно, чтобы не перебивали. Кому-то нужно сказать, да, вы действительно правы, вот вы рассказали, и действительно я не вижу, почему эти люди так себя вели, ведь тут же ежу понятно, что, ну, вот как вы рассказываете, ну, да, как бы, а как вообще по-другому может быть? И человек, вот, вот, понимаете? То есть штука очень виртуальная, вы тратите очень мало калорий на это, а вам это в жизнь потом возвращается очень большими плюсами. И вот этот молодой человек, который тогда учился вот этому всему торговле и вообще коммуникации с людьми, он, получается, счет такой условный начал вести, он потом через там, спустя какое-то время, он мне звонил и все, говорит, я стабильно вот я этих людей уже вижу. То есть вот там день прошел, ну, бывает, что там и посещаемости особо нет, но бывает, что день прошел, и я знаю, что три черточки я поставил в своем этом блокнотике, что вот один ушел в радостном шоке, другой ушел в радостном шоке, и третий ушел в радостном шоке. И чем это закончилось? Он никогда мне не отчитался, что он досчитал до ста. То есть он их просто считал, 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 а потом как-то так получилось, что он на работе уже идеальный продавец, и расти ему некуда, и он уперся в то, что здесь нехорошая система оплаты, и зарплата уже, потолочная зарплата, она слишком маленькая. То есть если для Москвы ее стыдно даже произносить, то даже в том городе это ниже средней по городу. А представляете, ну как это, идеальный продавец, от которого все светятся счастьем, он зарабатывает ниже, чем средняя по городу. Ну это же нехорошо, правда? И да, он просто уже ушел с той работы, и куда не пошел, там прекрасно все было. То есть приняли, вник, и все замечательно, все льется, все с людьми, с клиентами, все шикарно. Здесь, здесь, пробовал разные места. Везде именно с оплатой было не очень, да? А им, вот именно им, были довольны. И он дальше рос-рос, и сейчас вырос уже так, что, ну в общем, не в запаре человек. И, понимаете, это очень символично. То есть вот эта сотня, которую нужно насчитать, вот этих счастливых людей, у которых осталось убеждение, что они вам должны, что они вам обязаны, она такая условная. На самом деле уже несколько десятков таких людей уже сильно преобразят вашу жизнь. А, ну если действительно зафиксировать сотню, ну просто действительно не будет даже нужды ее фиксировать. То есть как только вы начинаете к ней уже приближаться, у вас уже поменялась жизнь. Уже все становится по-другому. И вот этот челлендж, он, знаете, ну вот когда-то я делал видео, рассказ о неизвестном герое, так называется. И рассказал, как хороший парень из Калининграда сделал 10 тысяч отжиманий. Иногда я вспоминаю об этом по моей рекомендации. Вот он сделал и почувствовал прирост самооценки. Как-то вот почувствовал себя немножко уже другим человеком, другой личностью. Вот распланировал, выполнил, да, под запись там все фиксировал, записывал, выполнил. И все, красавец. Вот как-то по-другому немножко как-то стал воспринимать вообще мир вокруг. И я об этом рассказал. И после этого многие люди написали мне, а я тоже, а я тоже. Я вот вдохновился. Это очень круто. Я сделал себе такой челлендж. И я выполнил 10 тысяч отжиманий. И, ну знаете, за много месяцев, там за неполный год, ну не знаю, ну человек 40, может быть, суммарно, отписались мне в личку, отчитались, что вот, мол, мы сделали, показывали свои записи, как это поэтапно происходило. Вот здесь записывали, здесь записывали. Человек там вел по датам, сколько он там отжимался. Я не думаю, что все это были фейки. И, ну как бы это был крутой челлендж, но это дало, ну что-то такое вот в жизни. Ну такое вот ощущение, что ты все-таки более значительен, что ты можешь какие-то вещи. Придало немножко такой мужественности, немножко суровости. Ну знаете, как вот есть там гонка героев, допустим, в которой за денежку участвуют. Там полоса с препятствиями длинная там. Ну а это как бы, ну как кусочек гонки героев. Так вот, вот этот челлендж со 100 людьми, которые счастливы от того, что с вами пообщались. Вот этот челлендж, который вашу жизнь изменит гораздо сильнее. То есть если вы это сможете, а это не так просто, да. То есть я читал, ну скажем так, Дейла Карнеги. Если его правильно понимать, если нормально понимать, то его уже хватает, чтобы очень хорошо общаться с людьми. Ну а потом я еще много чего читал, изучал и много нюансов постиг. И как бы вообще нормально себя ощущаю в тех ситуациях, где мне нужно добиться чего-то от человека. И нужно не поссориться ни в коем случае, да. И вообще, чтобы он доволен остался, как с ним общались. Ну получается вот учился-учился, натренировался. Это да, это не так просто, как вот принять упор лежа и просто отжиматься от пола. То есть это по сложности, конечно, разные вещи. Но именно вот этот челлендж со ста вот этими людьми, которые счастливы от того, что с вами пообщались, он изменит вашу жизнь гораздо более радикально. Вы после этого, ну просто никогда уже не станете прежним. То есть этот навык у вас не пропадет. Вы сможете это делать, когда вам надо. И, ну вы просто будете потом уже счастливы. Потому что ничто не дает такое счастье, как прочные социальные связи, много раз уже это говорил, одобрение окружающих, да, когда вас уважают, когда на вас одобрительно показывают пальцем, когда уважительно о вас отзываются. Тогда вы чувствуете стабильность в своей жизни, вы чувствуете надежность. И если вы молодой человек, то девушка рядом с вами, она тоже чувствует стабильность, надежность. Она чувствует, что вас ценят, что вам есть на кого опереться, что вы не переживаете, как вам жить дальше, да. Люди вас одобряют. Завтра случись у вас беда, все эти люди скинутся денежкой хотя бы по 100 рублей, но чтобы вы не бедствовали. И от этого очень спокойно живется, можно безмятежно спать. А что вообще может быть лучше, чем вот такое ощущение благополучия и безмятежный сон. Я, как обычно, всего этого вам желаю. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok